Знать, чтобы помнить, сегодня во всем мире прошла историческая акция Диктант Победы. Активно включилась и наша республика. В этом году в Чувашии диктант написали на 400 площадках, а также онлайн на сайте Диктант Победы.рф Диктант Победы многие пишут уже не первый раз. И это не просто проверка знаний, в первую очередь это дань памяти тем, кто отстоял мир. Чтобы люди знали, чтобы люди помнили и не забывали, какими усилиями была достигнута эта победа и наш мир. С настроением я пришла боевым. Надеюсь, что отвечу на многие вопросы, потому что я в школе любила историю. На диктанте я участвую второй раз. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что Диктант Победы это еще и отличная возможность почувствовать, что мы все едины в своей любви к родине и уважении к нашему героическому прошлому. Кроме того, диктант имеет и большое просветительское значение. Несомненно, это одна из замечательных форм того, чтобы еще раз проверить не просто свои знания, а может быть даже иногда узнать простые факты, которые происходили в годы Великой Отечественной войны и определенным образом, как я обычно называю, перебрать библиотеку своих знаний. За 45 минут участникам было необходимо ответить на два десятка вопросов. Это дата исторических сражений, имена героев Великой Отечественной войны. Среди заданий теста были и темы, связанные с историей Чувашии. Наша система образования дает возможность знать историю Советского Союза. Упор на малую родину, упор на свой регион, упор на округ – это важно. Вот, пожалуй, в этом я делаю вывод, что нужно делать акценты в нашей истории, в подаче истории как предмета. Для меня история близка. Самый любимый предмет в школе, самый любимый предмет в университете, сам в гуанитарии, заканчивая юридический факультет в Чувашском году в университете. Каждым годом становится сложнее вопросы. Приходится собираться мыслями, импровизировать. Это дополнительный повод достать учебники, достать энциклопедию, заглянуть опять в историю Великой Отечественной войны, вспомнить про полководцев, про тех героев, которые действительно ковали победу. Участники не ограничились только написанием диктанта. Партия «Единая Россия» совместно с движением волонтеров запустили новую акцию «Письма Победы». Организаторы призывают поблагодарить ветеранов, если не лично, то хотя бы дистанционно. Эти письма передадут волонтеры вместе с подарками ко Дню Победы. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика.